Значит, тут один человек, его все знают как помет, начал интересные вещи выдавать. Оказывается, украинцев любят в России, и помет любит, и предлагает всем переезжать в Россию, потому что там самая свободная страна. Ну, может быть, если сравнивать с Северной Кореей, то какие-то плюсы могут быть, но не более. Но вот в этих вот заявлениях о любви есть нюанс. Во-первых, мы сейчас все в новостях читаем о том, что произошло в Харькове, и такое происходит практически ежедневно. Просто когда в большой город в центр прилетает, так ты понимаешь, насколько человек уязвим от российской авиабомбы. Но они же долбят по всей линии фронта. Так вот, как это выглядит? А те реально несчастные украинцы, которые тяжело работают, которые переживают, которые сложно, езжайте в Россию. Мы вас любим. Мы накормим, напоим, дадим работу. Ваши дети смогут учиться. Вы не будете людьми второго сорта. К вам будут относиться так же, как мы относимся друг к другу. Он должен был еще сказать, что все будут жить так богато, как он сам. Ну, по-моему, едва ли это на кого-то сработает. Нравится мне этот тезис. И учить языки не надо. И детей ваших учить языкам иностранных не будут, чтобы они были и управляемые. У вас все будет просто прекрасно. Вы будете жить в свободной стране. Где высокий уровень социальной обеспеченности. Высокий уровень защищенности. Где вам не надо... Какие отвратительные рожи. Притворяться, что вы понимаете эти языки, которых вообще ничего не знаете. Ну, очнитесь, придите в чувства. Для вас же это все трагически закончится. Группа военных преступников. Ну, как можно описать эти слова? Это как раз подходит под определение ИПСО. То есть информационно-психологическая операция вражеской армии с целью запудрить мозги страны, с которой они воюют. То есть с нами. Ну, как? Можно ли это запудрить? Или как-то это... Кого-то убедить в этом? Ну, есть процент людей с пулей в голове, с украинским паспортом. А если не с пулей, то с ветром в голове. Не без этого. Но только тут нюанс в чем? Что из них же прет все. То есть даже в рамках одной программы можно услышать разное. Правильно? А, например, вот это. Оказывается, украинцы уже в Ростове. И их слишком много. И нужно заниматься фильтрацией. Потому что они могут работать в интересах Украины. А что это значит на практике? Это значит, что слова модозвона, они просто ломаются. Ну, да, им самим. Хотя, о чем это я? Это же пропаганда. Они врут. Работа такая. Да, снимать надо. Мало этого. Я считаю, что на приграничных территориях, ну, рядом с сезонами боевых действий, необходимо вводить особый режим. Потому что я сегодня беседовал с ребятами, которые живут. Они говорят, что, например, в той же Ростовской области большое количество приехавших людей. Да. И среди них очень разные есть. Совершенно. И вот где надо работать и ДВКР, и СМЕРШ, и ФСБ. И надо вводить особый режим. Надо смотреть. Потому что наш гуманизм по отношению к тем людям, которые попали в тяжелую ситуацию, у него есть и обратная сторона. То есть удобно засылать разнообразных подготовленных. А может, в специалии были засланы? Конечно. Конечно. Поэтому здесь надо вовсю отрабатывать. Я надеюсь, что в ближайшем будущем они начнут откидывать коньки непосредственно в студии. Это будет в некотором роде справедливо. Так. Что еще? Вот есть одна, как мне кажется, немаловажная новость. Этой ночью, ну, все, как любят современные нацисты. Этой, которые исповедуют гитлеризм, ночью попали по Ивано-Франковску, причем повредили Национальный технический университет нефти и газа. Много таких объектов на территории нашей страны было разрушено, но этот в некотором роде особенный. Я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что, внимание, выпускники этого университета в большом количестве возглавляют нефтегазовую отрасль Российской Федерации. Ну, еще при совке они там учились, соответственно, прошло время, еще не все вышли на пенсию. И они занимают и в Газпроме, и в других углеводородных компаниях, там, такие нехилые должности. И вот разбомбить этот ВУЗ, нафтогаз уже сказал, что поспособствует с восстановлением, ну, это в некотором роде вот разрыв последних вот этих вот ниточек. Да, ну, слушайте, раз мы занимаемся сбором, то тут важно кое-что все-таки показать. Мы это видео увидели уже на прошлой неделе, но прекрасного человека, и журналиста, и воина можно увидеть снова. Собственно говоря, чтобы закрыть этот сбор, если в начале стрима было собрано 640, плюс 25, которые я перевел, ну, осталось совсем-совсем чуть-чуть. Рома, привет к тебе и твоим подписникам из запорезького направления. Друзья, друзья, вы знаете, ось это очень хорошо вам знакомая история. Это Мавик, настоящий ветеран нашей войны, на фронте уже лет в 10, последним часом, до речи, именно с него мы скидаем приблизительно вот такие боеприпасы. Вони непогані, але завжди хочеться чогось большого. И, вы знаете, саме тому у нас есть мрія. Моя мрія выглядит приблизительно вот так. Это два штатных фугаса, потому что их обидва может поднять в небо дрон Хеви Шот. Той самий дрон, на который согласился брать деньги Роман Симбалюк. И, вы знаете, единственные люди в этом мире, которые не хотят, чтобы у нас появился этот дрон, это сами россияне. И я их могу понять. Но почему мы должны идти им на встречу? Как говорят, у нас в роте ударных беспилотных авиационных комплексов размер имеет значение. Ну что, поможете? Да, Казарин крут, и это бесспорно. И что хочется сказать? Пусть Павла Казарина и каждого украинского военнослужащего берегут все возможные силы. И чтобы ангел-хранитель, звёзды никогда не отвлекались. Потому что они хотят нас всех уничтожить. И сегодняшняя история в Харькове тому подтверждение. Так, смотрим, что у нас по вопросам. Александр Справедливый. Как вы считаете, визит путь к НДР, это последний гвоздь для его гроба? Подарок покемона для его надгробия? Это намёк? Теперь США дадут нам томогавки. Реакция КНР на визит. Ой, реакция на КНР, она вообще прекрасна. Тут базу выдал генерал-боярышник, он же генерал-лейтенант Гурулёв, командующий в прошлом армии. А сейчас, да, не ограничивающий себя в употреблении этого боярышника. Чем он занимается? Значит, выступая в эфирах, он там рассказывает, что нефтяники виноваты, что не защищают свои собственные заводы. У меня сегодня днём вышло отдельное видео по этому поводу. Так вот, в этом отношении у него были такие интересные слова, что такие документы просто так не подписываются. Обязательно, обязательно Маничелло всё это согласовал с КНР, то, наверное, это является подтверждением суверенитета, о котором он так много и так часто, так эмоционально говорит. Вот, если надо отправить российских солдат и офицеров в ад, на смерть, то он, вернувшись из Северной Кореи и Вьетнама, первым делом встречал выпускников российских военных вузов. Они там все такие, ну, чистенькие, красивенькие, все живые, у всех есть руки и ноги, но он их лично туда отправляет на войну. Ну, естественно, это согласовано с Китайской Народной Республикой. Ну, по поводу КНР в целом мы уже сегодня всё обсудили, так что давайте посмотрим дальше. Демидро Григалашвили. Роман. Россия заявила, что готова пойти на любой мирный договор с Украиной, так как любой договор её Украину убьёт. Казанский считает, это слова кормом для российской массы. Ну, во-первых, помните, я вам несколько раз говорил о том, что никаких договоров с Российской Федерацией не будет. Вообще не будет. Даже если мы выйдем на границы 1991 года, что является нашей военной целью. И военно-политической в том числе. Тут сразу есть масса вопросов, потому что, чтобы это сделать, нужно, чтобы наш дорогой Джозеф, он перестал играть в эту игру. Контролируемая эскалация. Ведь пока Джозеф и эти заявления публикуют американские газеты, говорит, что по россиянам бить по российской территории можно, но не глубоко, на полшишечки, только на 100 километров. А нам надо хотя бы 300, потому что на этой глубине находятся российские аэродромы тактической авиации. Тот, кто бомбил сегодня Харьков, он откуда взлетал? Ну, скорее всего, с Балтимора, под Воронежем. А тут вот есть вот эти вот нюансы. Так вот, получается, что американцы, да, у них своя политика, и ее с точки зрения Вашингтона, конечно же, понять можно. Потому что у них союзники на всей планете, та же Южная Корея, Япония и так далее, все они смотрят за на происходящим. Но мне кажется, вот этот нерешительный подход, он как раз усугубляет ситуацию, и потом придется бомбить Российскую Федерацию всем миром. И вообще иногда складывается ощущение, что вот то, что подписал Путин в КНДР, если где-то будет зафиксировано, о том, что оно действительно работает, это как раз и станет вот этим вот поводом «boots on the ground». Ну, у них просто, у наших союзников просто не будет другого выхода. Значит, теперь, что касается переговоров. Значит, да, никаких переговоров с Российской Федерацией не будет ни при каких раскладах. Я когда-то сказал, и на этой неделе этот тезис повторил Дмитрий Кулеба, говорит, что что-то будет по логике зернового соглашения. Это что значит? Что Украина подписывает с посредником, на тот момент это было ООН, и Россия подписывает что-то с посредником, на то время это был ООН. Конечно, это же может быть группа стран в этом ключе, и желающих будет очень много. Китайская Народная Республика с удовольствием была бы посредником. Нужны ли нам эти посредники? Это большой вопрос. И когда сейчас кто-то, да, руководство Украины на самом высшем уровне заявляло о том, что следующая конференция мира, она может пройти с Российской Федерацией? Да нет, так это не будет. То есть то, что было в Швейцарии, там собрались подпорядочные люди этой планеты, которые занимают важные должности, и сказали, что ну да, мы против войны. То есть это была декларативная часть, а с российскими нацистами будет по-другому. Вообще, я не знаю, тут раз мы отталкиваемся от зерновой сделки, хочется сказать следующее, что когда она подписывалась, действительно, ЧФРФ на то время флот, а не флотилия, хотя уже флагмана не было, но они занимали в некотором роде доминирующее положение в Черном море. Ну, турки посмеивались с них, а мы нет. И были вынуждены подписать этот документ. Да, пошел экспорт из Украины. Российские моряки, которые тусовались в Стамбуле, военные моряки, в основном в ранге КАП-1, КАП-2 и КАП-3. Капитан 1, 2 или 3 ранга. То есть достаточно высокопоставленные товарищи. Они делали все, чтобы замедлить работу. То есть они всегда вставали. Они почему-то нюхали, что там у матросов под их шкерами. Шкера на жаргоне, кровать морская. Заглядывали в гальюны. То есть в туалете, наверное, удивлялись. О, как было бы здорово это вырвать. И прицепить на какую-нибудь свою грыжавую подводную лодку. Нюхали количество топлива в баках. То есть вели себя, как всегда, как потворы. Ну и потом даже выдали документ такой, я его видел, что сколько плюсов принесла Россия вот эта вот их работа. То есть торможение, блокирование и так далее, и так далее. Так вот, потом наступил момент, что россияне вышли из этой зерновой сделки. Начали долбить по нашим портам, по Измаилу, по Одессе и по другим. И да, это было неприятно, но заставило наших партнеров передать нам новую номенклатуру вооружений. В том числе большое количество комплексов ПВО. А если посчитать все патриоты, которые нам передали и заявленные, которые будут переданы в ближайшее время, то уже 10 систем. А если добавятся самолеты, то, ну, если Харьков и не сможет спать спокойно, оно точно станет немножечко легче дышать и жить. Это факт. Почему я вот так вот подробно об этом говорю? Потому что, если что-то будет подписано, вот по такой формуле, то что-то будет предусматривать. Ну, по факту, здесь масса звоночков. Заморозка войны Путин не просто так заявил, что вот он хочет получить вот такую большую часть территории Украины, которую он завоевал временно, там, где находятся временно живые его солдаты, и которую он еще не заживал, да, не завоевал. Мы помним его заявление о Датинам Керсон и Запорожье. Я сразу предложил насладиться Владимиру Путину первой частью названия прекрасного украинского города. И так оно и будет. Так вот, такое впечатление, еще раз, это на уровне предположения, что, ну, народ там на Западе думает, а от них мы сильно зависим. Это правда. И все вот эти вот заявления, что, если что, будем воевать без западной военной помощи, оно так работать не будет. Потому что, ну, без западной военной и финансовой помощи у нас перестанет работать то, что он сейчас работает. И, да, например, выплачиваются все пенсии, зарплаты военным, банковская система стабильна. Это же, оно же не из космоса берется, в то время, когда они долбят по нашим электростанциям. То есть у них есть такая возможность. Тут только нюанс в чем, что согласится ли на это маньяк? Ну, большой вопрос. Да, ему тоже нужна передышка. Я, еще раз, не оцениваю это с точки зрения зрада, перемога. Очень хорошо это. Или это очень плохо. Я рассматриваю эту ситуацию исключительно как фактаж. То есть реалии, в которых мы живем. Как оно будет? Сейчас сказать достаточно сложно. Все эти размышления о том, что передышка нужна российским фашистам, это правда. И нам передышка тоже была бы не лишняя. Вопрос в том, что каковы гарантии того, что война не пойдет снова и дальше. Через два года, через три года. Гарантия на самом-то деле есть. И это не какие-то там сладкие заявления на тему, что Украина обязательно вступит в НАТО. Потому что двери в НАТО открыты. Они открыты в НАТО с 2008 года. А мы как были нейтральным государством, так по сути, юридически нейтральным государством и остаемся. И это не является секретом. Так вот, по какому пути пойдет развитие событий, я не знаю. Потому что уж очень много обстоятельств, они увязаны на военную помощь и позицию Соединенных Штатов. То, что нам не дадут упасть, это уже понятно и ясно. Фраза «тактический, стратегический» или «тупик на поле боя» или «патовая ситуация» мы слышим очень-очень давно. Я прекрасно понимаю, что они сейчас там даже немножечко некоторые части выводят из-за под Волчанска. Но в Донецкой области, на Покровске, на Торецк продолжают наступать. Часов яр. Ломятся со всех сил. Ну и да. И умирают. И стреляют в нас со всеми вытекающими последствиями. Так вот, кто может обеспечить эту безопасность? Вооруженные силы Украины. И вот когда кто-то говорит о том, что вот если случится пауза и Путин воспользоваться ей для того, чтобы готовить новую армию, он будет этим заниматься. Это бесспорно. Все это прекрасно понимают. И никаких иллюзий в принципе быть не может. Но мне иногда кажется, что если фронт замрет, это будет последняя война, когда россияне пошли на нас в атаку. То есть это не значит, что мы там забудем о оккупированных территориях. Почему последняя? Да потому что будет колоссальное усиление украинской армии. Никаких документов, аля того, что хочет Путин, прекратить поставки Украине вооружений, сократить ВСУ. Все эти мечты маньяка можно сразу отправить в унитаз. И если будет так, как сказал Кулеба, то вот эти вот мирные договоренности, какие мирные договоренности? Никаких документов подписано не будет с Российской Федерацией. Это тоже понятно. Так вот, если условно на каком-то этапе фронт замрет, то поставки в Украину оружия и боеприпасов, самолетов и ракет это продолжат. Продолжатся, усилятся. И потом Манничелла и его паства, они сто раз подумают о том, нужно ли это повторять или нет. Ну а дальше, если пойдет по этому сценарию, я не знаю, как будет, расскажу сразу. Дождемся какого-то окна возможности и заберем все, что нам принадлежит. Но это один из вариантов. Еще раз, не более того. Ведь они же не просто так и в Северную Корею поехали, раздувают вот это вот дело. Не просто так. Продолжение следует...